Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим, и я ведущий разработчик компании Bittrex. Сегодня мы с вами будем говорить про RESTAP, а конкретно про его возможности по встраиванию приложений в интерфейсе Bittrex 24 и про соответствующие возможности его улучшения. Прежде всего, что такое вообще RESTAP? Я так понимаю, здесь есть люди, которые его используют. Нет? Поднимите руки, есть кто? Ну, есть, но все-таки надо, наверное, сказать, что это такое. В общем, это программный интерфейс, который позволяет каким-либо внешним системам получить доступ к данным вашего Bittrex 24, к данным CRM, к данным задач, и что позволяет, во-первых, расширять стандартный функционал Bittrex 24 какими-либо вашими дополнительными функциями, которые никак не входят в его стандартную поставку. Или, например, организовывать двусторонний обмен данными с внешними системами, в том числе и в режиме реального времени, благодаря относительно недавно появившемуся механизму событий, представляющих собой, по сути, знакомые многим исходящие веб-хуки. У нас существует Marketplace приложений, использующих этот API, в том числе в него входят платные решения. Но при этом сам по себе интерфейс, он открыт, он бесплатен, он наступен на любых тарифах Bittrex 24, и его может использовать, в общем-то, кто угодно, как для своих конкретных порталов, так и для разработки каких-то централизованных решений. На данный момент у нас в Marketplace порядка больше 400 приложений, из которых больше 300 бесплатные. Все это документировано. Вот специальный слайд со ссылкой на документацию, которую многие из вас уже видели. В ней присутствуют учебные курсы. И много очень полезной информации, позволяющей, в общем-то, начать, в том числе и продолжать. Но сегодня мы говорим про немного более новую тему, а именно про возможности встраивания приложений в стандартные интерфейсы. Изначальный механизм предполагал как? Когда на портал устанавливается приложение, оно имеет возможность отображаться на своей отдельной странице, доступной через меню. На этой странице открывался фрейм с этим приложением, где оно получало все необходимые данные для доступа к API и могло отобразить интерфейс для пользователя. Примерно в начале года мы выпустили новый механизм, позволяющий встраиваться непосредственно в контекст конкретных элементов Bitrix24, элементов CRM. Для чего это нужно? Во-первых, это позволяет как раз добавить всякие отраслевые функции специфические, как, например, это приложение позволяет записать конкретного контакта CRM к врачу и получить из внешней системы данные о занятости этого врача. Также мы дали возможность строиться в карточку звонка, что и приложение при этом, встраивающееся приложение, имеет свой собственный JavaScript интерфейс, который может в интерактивном режиме взаимодействовать с карточкой звонка, слушать ее события, отправлять ей какие-то команды и, собственно, подсказывать какие-то данные оператору непосредственно во время звонка, выдавать ему какие-то кнопки для стандартных действий и вообще всячески расширять сценарии телефонии, и без того широкие. Сразу скажу, что, во-первых, каждое вот такое встраиваемое приложение вызывается в контексте какого-то объекта, будь то CRM, конкретный звонок или что бы то ни было еще. И при этом разработка такого приложения ничем не отличается от разработки приложения на отдельной странице, потому что это все тот же самый фрейм, все те же самые авторизационные данные, та же самая JavaScript-библиотека и, в общем, все то, что уже привычно и используется уже не первый год. Для работы всего мы можем вам предложить на данный момент три места для встройки. Прежде всего, это существующая с самого начала отдельная страница с фреймом приложения, про которую я говорил. Это контекстное меню всех объектов CRM, то есть там, где открывается список, у каждого объекта CRM, у лида, у контакта, у компании, можно вызвать контекстное меню, и любое приложение может встроить в него свои пункты. Ну и, наконец-то, вкладки карточки звонка. То есть приложения могут добавить до нескольких вкладок, которые будут как-то помогать оператору непосредственно в момент звонка. Для работы с встройкой приложений существует отдельное семейство REST-методов, которые входят в Scope или право доступа приложения под названием Placement или встраивание приложений. Сам по себе Scope содержит вот эти четыре метода, которые позволяют получить список доступных приложений Placement, Placement List, Placement Bind, который позволяет зарегистрировать свой обработчик место встраивания, Placement on Bind, убирающий этот обработчик, и Placement Get, отдающий список всех зарегистрированных на данный момент обработчиков встраиваемых обработчиков вместо стройки. Нужно также учитывать вот что. Во-первых, каждое место в стройке имеет свой собственный идентификатор, который функционирует в API, используется. Кроме того, каждое место в стройке принадлежит конкретному скоупу метода в REST-тапе. То есть для того, чтобы приложение могло встроить себя в интерфейс Bitrix24, конкретно в CRM, нужно, чтобы оно обладало, во-первых, правом доступа на встраивание приложений, во-вторых, правом доступа на CRM, что вполне логично. Вот список всех мест в стройке, которые доступны на данный момент. И когда мы эту технологию только-только анонсировали, примерно в апреле это случилось, первый же вопрос, который нам задали, это дайте нам встроиться в карточку CRM. Мы хотим отображать свои приложения непосредственно прямо там, где вы смотрите на своих лидов, своих компаний, там, где вы их редактируете. Ну, уже тогда, в начале года, мы знали, что грядет полный редизайн этого CRM, поэтому данный функционал был слегка придержан. Ну, а теперь Сергей в параллельной презентации проанонсировал новую карточку, она уже доступна, и, соответственно, я могу вам рассказать про то, каким образом можно в нее встроиться. Как Сергей рассказывал тоже при своей презентации, на старте мы предлагаем два места в стройке. Прежде всего, приложение может встроиться в меню, в верхнее меню любой сущности CRM, для которой доступна новая карточка, можно добавить туда свои пункты. И второе место в стройке – это меню таймлайна этой сущности, куда тоже можно добавить свои приложения. Соответственно, у нас появляется 8 новых мест в стройке, в соответствии с теми сущностями, для которых доступна новая карточка. Вот полный список их идентификаторов. И очень скоро вы сможете им воспользоваться. А пока не можете, я покажу, как это работает. Те из вас, кто смотрели семинары, вебинары Сергея Вострикова и мои по поводу маркетплейса, по поводу приложений, знают про такого одиозного персонажа, как Петрович. Знаете? Нет? В общем, для тех, кто не знает, это совершенно гениальный менеджер, который выигрывает любую сделку, но которому в силу некоторых его психических и физиологических возможностей любую сделку можно доверить. В общем, мы подготовили небольшое демонстрационное приложение, в котором снова проэксплуатировали тему Петровича. Приложение начинается с формы настройки, где мы можем выбрать список тех мест, куда мы хотим его строить. Выбираем эти места, нажимаем «Сохранить». При этом формируется пакетный запрос, который регистрируют. Мы можем его посмотреть в отладочной информации. Прежде всего, он снимает все обработчики плейсментов, которые были зарегистрированы, и регистрирует новые обработчики в соответствии с тем, что выбрал пользователь. В ответе пакетного запроса никаких ошибок нет, все нормально. Мы можем посмотреть список зарегистрированных обработчиков на всякий случай. Здесь мы видим вот эти четыре пункта, которые отметили. И теперь можем перейти в CRM и посмотреть, как это выглядит на месте. Открываем список компаний. Открываем карточку одну из компаний. Как видите, здесь появился пункт меню «Список на ряд заказов». А также появилась кнопочка «Еще», за которой скрывается форма выписывания нового на ряд заказа. Если мы перейдем по ней, то приложение откроется в слайдере, точно таком же, как слайдер CRM. И здесь у нас будет форма создания нового заказа снаряда на Петровиче. Мы ее заполняем, выписываем. В этот момент у нас уходят данные в какую-то внешнюю систему, где этот заказ-наряд формируется. Или он обратно идет в Bittrex24, где он формируется, где он сохраняется тоже где-то в CRM. В данном случае не суть важна. Это логика работы приложения. Приложение может изнутри закрыть этот слайдер. И теперь мы можем посмотреть, например, список на ряд заказов. При переходе по этому пункту приложение у нас открывается прямо здесь, прямо в том же самом слайдере, где живет CRM. Мы показываем список. И при клике на любую из элементов тоже можем обратиться к нашей внешней системе, которая проверит какие-то свои права доступа и отобразит или не отобразит нам данные об этом заказ-наряде. В данном случае прав доступа у нас нет. Система выдает нам ошибку, а также отправляет запрос на вызов группы быстрого реагирования в еще одну внешнюю систему. Попробуем заглянуть под капот этого приложения и посмотреть, как это все работает. Прежде всего оно вызывает REST-метод PlacementGet, получает список зарегистрированных обработчиков, затем формирует пакетный запрос, результат которого вы видели в скринкасте, то есть формируется вызов PlacementOnBind, затем к нему добавляются вызовы PlacementBind. Если мы распечатаем входящие данные в этом встроенном приложении, вы можете видеть, что здесь ровно те же самые данные, которые обычно приходят в фрейм, расположенный на отдельной странице. То есть работа приложения, встроенного в слайдер, независимо от того, слайдер это или стройка, оно ничем не отличается от обычного. То есть здесь присутствуют те же самые авторизационные данные, которые всегда приходят. И здесь присутствуют два дополнительных параметра, а именно параметр Placement, который содержит идентификатор того места в стройке, в котором было открыто приложение. А также он содержит JSON-строку в параметре PlacementOptions. В этой JSON-строке окружение места в стройке может передать туда какие-то данные. В данном случае это идентификатор той компании, с которой в данный момент работает приложение, и для которой мы будем выписывать заказ на ряд. Как вы видели, кстати, изнутри приложения можно было открыть это приложение тоже в слайдере, уже само себя, как на отдельной вкладке. Делается это при помощи метода JavaScript в библиотеке bx24openapplication. Текущая версия этого метода откроет приложение в попапе, но поскольку у нас все интерфейсы переводят на слайдер, это тоже переводится на слайдер. При этом приложению можно передать тоже какие-то дополнительные данные, которые как-то сообщат, кто именно его вызвал. Если мы сделаем вот в этом вызванном приложении тоже распечатку входных данных, мы увидим тоже авторизационные данные и параметр placement, содержащий кодовое значение default, что соответствует основной странице приложения, а также те данные, которые у нас приходили при вызове bx24openapplication. но это еще не все сценарии, про которые можно рассказать. как вы знаете, в битриксе есть такое понятие, как пользовательские поля. И пользовательские поля, грубо говоря, это дополнительные данные, которые можно прицепить практически к любой сущности, которая их поддерживает. А также, если публичные компоненты по работе с этой сущностью поддерживают показ этих пользовательских полей, отобразить их там. Каждое пользовательское поле имеет какой-то свой тип данных. Это может быть простой тип данных, например, строка, число, флажок, да нет. Или это может быть что-нибудь более сложное со сложным интерфейсом настройки, как привязка к пользователю или показанное Сергеем в презентации Google карта. Теперь мы даем вам совершенно новую возможность. Приложения теперь смогут регистрировать свои собственные типы данных пользовательских полей. И при этом работа с ними ничем не будет отличаться от той же самой стройки приложений. Мы даем новое семейство REST методов. Как вы видите, это REST UserFieldType и, как вы можете видеть, просто обычный CRUD. То есть методы CreateUpdate, ReadDelete, которые позволяют зарегистрировать свой тип данных, получить список зарегистрированных типов данных приложения, обновить какие-то его настройки или его удалить, если это вдруг зачем-то потребуется. В принципе, останавливаться на них смысла нет. Я разберу только UserFieldType ADD. Он принимает на вход всего 4 параметра. Строковой код типа. Адрес обработчика, который точно так же будет открыт в фрейме, как и остальные встраиваемые приложения. И название и описание этого типа на случай, если они где-нибудь будут отображаться в интерфейсе. Чтобы продемонстрировать, как это все работает, я немножко модифицировал приложение Петрович ERP 2.0. Посмотрим, что происходит. Как видите, здесь появился новый пункт. Скоринг карточки CRM. Это как раз регистрация нового типа пользовательского поля. Отмечаем ее, сохраняем. И, как вы можете видеть, вот здесь в списке бач-запросов появилось еще три запроса, а именно регистрация поля, создание пользовательского поля контакта, компании, как раз вот этого только что зарегистрированного нами типа. можем посмотреть список активных типов. Это внутренний идентификатор приложения, которым оно самоопределяет. И пойдем в CRM, посмотрим, что у нас получилось. Открываем список компаний, открываем компанию, находим секцию с дополнительными полями и открываем ее на редактировании. Здесь у нас появляется новое поле. Оценка по шкале Петровича. Интерфейс редактирования которого представляет три слайдера. Понимание, терпение, транспортная доступность со значениями от нуля до сотни. Как вы можете знать, в Bittrex вряд ли есть такой интерфейс. То есть это очевидно интерфейс, созданный именно приложением. Устанавливаем значение, сохраняем и видим точно такой же совершенно необычный для Bittrex интерфейс просмотра всех этих трех значений с физиономией нашего Петровича. Давайте тоже посмотрим, как это работает. Прежде всего приложение содержит в себе описательный массив, который содержит одновременно и описание типа данных, и описание тех полей, которые будут созданы. Это как раз юзер-тайп-айди с кодом типа, код поля, название, адрес обработчика, название, описание типа. Когда мы формировали пакетный массив, теперь в него добавляются еще те вызовы, которые вы видели в скринкасте. Юзер-филл-тайп-адд, в который переданы вот эти четыре значения. И уже давно доступные методы CRM-контакт-ьюзер-филл-тайп-адд и CRM-кампани-ьюзер-филл-тайп-адд, создающие поля этого типа. Точно так же, как и любое другое место в стройке, этот обработчик пользовательского типа имеет свой собственный Яваскриптовый интерфейс, общение с которым осуществляется при помощи метода BX24 placement call. В данном случае он может вызвать, например, команду setValue, чтобы установить свое значение и передать туда JSON-строку, содержащую значение всех наших трех параметров. Если мы распечатаем тоже входящие данные, которые передаются приложению в фрейме, опять же, тот же самый набор авторизационных данных, стандартный для всех вариантов встраивания приложений, код места в стройке, user field type, служебный код, в который вы не сможете вручную встроиться, но вот который будет возвращаться и показывать, где именно вызывается приложение. И немножко более широкий массив объект placement options, содержащий, во-первых, режим, в котором мы находимся, то есть мы в данном случае находились в режиме редактирования поля, код сущности компании CRM, код поля, который мы редактируем, entity value ID в данном случае это идентификатор компании, JSON-строку с нашим значением и дополнительные параметры поля, такие как множественная, одиночная, XML ID и прочее. При этом зарегистрированные ваши типы данных появятся в форме создания дополнительных полей. То есть пользователи смогут сами создать, например, поле того же самого скоринга в карточке CRM. То есть приложение совершенно не обязано это делать. То есть, как видите, в общем, все эти сценарии обрабатываются по абсолютно одному и тому же пути. То есть это та же самая стандартная встройка приложений Frame, просто с какими-то отдельными небольшими нюансами. Вопрос. Когда? Все это ждало карточки CRM и, в принципе, все уже готово к отдаче в тестировании. Я очень сильно надеюсь, однозначно мы это все сделаем до конца года, и я очень сильно надеюсь, что это будет выпущено раньше. Конец октября-ноябрь. И, собственно, все это будет проанонсировано, и вы все сможете попробовать это своими руками. Буквально вкратце пару слов о том, что еще у нас ожидает в REST, помимо типов пользовательских полей. Само собой, это новые семейства API. Это уже API по управлению платежными системами, которые используются при выписывании клиентам счетов из CRM. Это провайдеры сообщений, про которые тоже уже рассказывалось в презентациях, которые позволяют сделать интеграцию с какими-то внешними провайдерами сообщений, будь то SMS-сообщений или каких бы то ни было еще, которая до этого момента была возможна исключительно через роботов бизнес-процессов. Соответственно, была доступна не на каждом тарифе. Антон Долганин проанонсировал свой собственный новый REST API по управлению лендингами. Ну и еще одно изменение. Дело в том, что разработка Bittrex 24 сама отчасти переходит на REST. У нас появляется свой собственный интерфейс доступа к тем же самым методам REST API, которым смогут пользоваться наши публичные компоненты или наше мобильное приложение, например, или десктопное приложение. В принципе, для вас это не так много означает. Это означает только одно, что те методы, которые мы будем делать для себя, они точно так же станут доступны для вас, потому что это один и тот же интерфейс. И, соответственно, он будет расти, расширяться и становиться больше и давать вам больше и больше возможностей. Спасибо за внимание. Спасибо, Максим. Слушай, вот здесь был вопрос по поводу пользовательских полей. Если пользователь удаляет приложение с портала, что будет с данными, которые были в этих самых пользовательских полях? С данными ничего не будет. Когда удаляется приложение или когда приложение убирает свой обработчик пользовательского типа, система считает, что эти поля некорректны и просто перестает их отображать в интерфейсе. Но при этом, как только приложение установится обратно и, соответственно, зарегистрирует этот тип данных с тем же самым идентификатором, уже созданные пользовательские поля этого типа автоматически подхватятся и снова начнут показываться в интерфейсе. Продолжение следует... Принято, записано, учтем. Принято, записано, учтем. Пока не могу сказать. Это тоже точно так же записано, обдумаем. Вообще мысль очень здравая, надо будет действительно сделать. Вообще все новые методы обычно проходят процедуру документирования, а документация обычно где-то публикует свои изменения, то ли в Твиттере, то ли где-то еще. Вообще вопрос формализации API – это такой достаточно серьезный и очень-очень давно обдумываемый момент. И пока рано про него что-то говорить, но будет. Отличная презентация, супер, что можно встраивать. Скажите, а в задачи и в другие объекты будет такая штука встраиваться? Ну вообще пользовательские поля, если вы конкретно о них… Не, не пользовательские поля, а встраивание именно в точки встраивания, именно в задачи, в проекты, в группы. Технически этому не мешает совершенно ничего. То есть это речь идет исключительно о планах по разработке. То есть если я, соответственно, приеду, начну теперь продавливать в планы разработки встраивание. То есть очень было бы интересно в задаче добавить новый пункт меню, добавить какие-то объекты, которые можно тоже там дописывать. Такой момент. Дело в том, что пользовательские поля никак не привязаны к какой-то конкретной сущности, точнее их типы. То есть если зарегистрирован тип пользовательского поля, то соответствующее поле можно создать как в CRM, так и в задачах, так и к любой другой сущности, что тоже, соответственно, позволит встроиться в эти интерфейсы. Опять же, вопрос не про поля. Вкладка, допустим. Я просто говорю один из векторов. Поля в задачах есть, действительно это работает. Имеется вкладка, допустим, кусочек кода из ГИТА, который связан с задачей, либо еще с какими-то другими объектами связка. Ну, я ничего не имею против того, чтобы сделать еще и туда место встройки, которое позволит туда встроить приложение. Спасибо за доклад. Все очень здорово. Вопрос такой по поводу коробки. Да. Ну, исторически все, что у нас в коробке, то мы делаем, грубо говоря, на PHP условно. Да, сейчас. Я правильно понимаю вектор развития, что теперь коробку мы, в общем-то, тоже дорабатываем в основном на RESTAP. Вообще говоря, RESTAP, да, он доступен и в коробке, и Marketplace доступен в коробке, и вот это тоже будет прекрасно доступно в коробке. А какой из инструментов развития коробки вам использовать, это уже, собственно, вам решать. Вы можете использовать RESTAP, и вы можете использовать PHP. Дело в том, что, может быть, я просто не знаю, но расширение типов пользовательских полей, насколько я понимаю, вообще даже не документировано. То есть есть способы, но они вот очень неочевидные. Когда я последний раз заходил в файл, оно было документировано прямо в коде, и причем достаточно неплохо сдокументировано. Понял, спасибо, посмотрим. По крайней мере, мне удалось в этом разобраться. Еще вопросы? Ну, на самом деле, во-первых, спасибо за вашу работу, во-вторых, я практически сейчас все услышал от коллеги, но хочу еще раз задать вопрос. Если коробка, то будет ли возможность не использовать REST, а пользоваться тем, что у вас там внутри REST? Я правильно понимаю, нет? То есть, в принципе, я также зайду, посмотрю ваши исходники и смогу свои задать запросы, минуя REST. Правильно? Вы же сами используете какое-то свое IDE для разработки. Мы же не навязываем вам PHP-шторм или… Ну, то есть, встройку в новый интерфейс я смогу сделать без REST на основании ваших же запросов внутри внутренних, правильно? В принципе, да. Ну, я здорово. Потому что REST это все-таки для 24, который там, а если коробка, смысла-то нет. В коробке у вас есть полный доступ к исходникам, и вы можете использовать его как угодно. Спасибо. Спасибо еще раз за вашу работу. Последний вопрос давайте, и будем к следующему докладу переходить. Один. Потому что эти сущности еще не поддерживают слайдер. Будут в будущем. Ну, мне кажется, это вопросом лучше адресовать человеку, который стоит… Вот рядом он стоит как раз, да. Можно в коридор утащить его? И последний вопрос. По поводу событий о регионе РЕС-событиях с теми, в общем, в ситуации, в своем время будет поменяться когда реакция на вот как-то товар может быть реагировать на добавление товаров на изменение кризиса. Вы имеете в виду REST-события или явоскриптовые какие-то? Или при встраивании? Когда вы сам вначале сделали, как-то время в отношении поставили, и по ним это переслик, и еще в меня опять же, технология есть, речь только про реализацию. Может даже это появится вот уже в этом релизе, но в данный момент обещать не буду. Скорее всего будет, но не факт, что сразу. А так механизм событий наружный имеется. Спасибо, Максим. Спасибо большое. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова